С начала года прошло чуть больше двух месяцев. От несчастных случаев на железной дороге уже пострадали 19 человек. Выходит, что на территории Одесской железной дороги такие аварии происходят раз в четыре дня. Больше всего трагедий на железнодорожных путях в самой Одессе. Из 19 аварий 6 произошли в черте города. В поточном морозе зафиксовано 6 травмуваний, 3 из которых смертельные. Остальный выпадок стався 3 березня на станции Застава-2, где молодой человек переходил в железнодорожные коля на источненном месте. Под поезд попадают при самых разных обстоятельствах. Прошло около двух недель с тех пор, как несчастный случай произошел прямо на железнодорожном вокзале. Пожилой мужчина пытался запрыгнуть на едущий мимо локомотив. Не удержался и упал под вагоны. Следующее ЧП произошло буквально на днях в районе второй Заставы. Там под поезд попал мужчина средних лет. Шел с работы и просто не обратил внимания на состав. Он попал под поезд и только чудом остался жив, но получил тяжелые травмы и потерял ногу. В основной причиной всех травмуваний есть особенная необережность. Нехтение правилами безопасности. В прошлом году было зафиксовано несколько случаев травмувания детей, в том числе и смертельных. Иногда причиной травмувания молодых людей стоят наушники, через которые, слушая музыку, молодец не чует сигнал к потягу, что приближается. В милиции говорят, несмотря на внушительные размеры, локомотивы и поезда не всегда громыхают за версту. Иногда звук уносит ветром. Большинство аварий происходит тогда, когда люди переходят железнодорожные пути в неположенных местах. Машинист, конечно, заметит человека на рельсах, но остановить наготонный состав не успеет при всем желании.